Дорогая церковь, народ Божий и все люди, собравшиеся на этом месте, скажем слава нашему Господу. Так и хочется сказать такие простые слова, и снова мы здесь, и снова мы на этом месте, при лицом Божьем, на лоне этой природы, на берегу этой прекрасной реки, и снова мы при лицом Божьем стоим на этом месте, и все вокруг нас свидетельствует о Божьей любви. Что привело нас сюда, зачем мы здесь, почему мы здесь. Знаете, я вспоминаю 1997 год, 6 июля, когда на этом месте когда-то я стоял в белых одеждах, при лицом Божьем. И вот уже 20 лет Бог дает мне силы хранить тот завет, который когда-то заключал я со своим Господом здесь, на этом месте. Что же движет нами, что помогает нам, что ведет нас сюда, на это место. И каждый раз, приходя сюда, на берег этой прекрасной реки, на это место, все напоминает нам о том, что когда-то мы с вами заключили свой завет с нашим Господом. В первом послании Петра, в третьей главе, написаны такие слова. «Так и нас ныне, подобно сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Что же происходит здесь, на этом месте? Почему эти люди в белых одеждах? Почему здесь собралась церковь Иисуса Христа? На этом месте совершается великая тайна Божья, когда человек свою жизнь посвящает Господу. Мы живем в мире, когда вокруг нас очень много разных организаций, разных таких структур, где люди заключают какие-то договора, дают какие-то обещания. Молодые ребята в армии принимают присягу и обещают служить своей стране. Но на этом месте собрались верующие в Бога люди, которые сегодня дают твердое и вечное обещание своему Господу служить доброй и чистой совести. Но зачем вот эти все формальности? Зачем эти белые одежды? Зачем заходить в эту реку? Однажды Иисус Христос преподал нам этот добрый пример. Своей жизнью. Сегодня мы последователи Иисуса Христа. Сегодня мы в своей жизни исполняем Его Слово и Его Завет. И на этом месте люди, которые показывают всем своим естеством и сердцем и своими одеждами, что для Господа они сегодня находятся в чистых белых одеждах. Над ними этот мир уже больше не имеет своей власти. Бог очистил ихнюю жизнь от этого мира. Тот Завет, то обещание, те простые слова, которые ветер заберет и унесет куда-то, и они, может быть, забудутся. Они навеки, вечные, останутся в нашем сердце. В памяти Иисуса Христа и свидетелями каждому из нас на этом месте будут эти деревья, эта река, этот песок. И все мы, что на этом месте мы с вами заключили Завет с Иисусом Христом, который ведет нас к вечной жизни. Зачем эти белые одежды? Для того, чтобы все видели, что их христианин и его жизнь, она чистая и святая. Мы сегодня не живем, как этот мир, не идем за ним. Мы идем в борьбе с этим миром. И сам Бог Своей рукою нас очищает от этого зла и греха. И все то, что сегодня будет похоронено в этой реке, тот Адам, та прошлая жизнь, с этой реки выйдет человек совершенно новый, рожденный для Иисуса Христа. И пусть Бог благословит всех нас, чтобы тот Завет, который когда-то заключили мы, тот Завет, который сегодня заключают наши братья и сестры, тот Завет, который многие еще на этом месте будут заключать с нашим Господом, сохранился в нашей жизни до Царства Божьего. Аминь.